Я имею сообщить, Сибирь горит, горят леса, смог окутал Алтайский край, Красноярский край, Новосибирскую область, Томскую область. Ситуация просто-напросто устрашающая. На сегодняшний день горит 1 миллион 300 тысяч гектаров леса. За последние сутки на 300 тысяч гектаров увеличилась площадь пожаров. Сегодня режим черного неба объявлен в этих регионах, о которых я уже сказала. Что это значит? Это значит, что предприятиям, работающим в этих регионах, рекомендовано снизить выбросы в воздух примерно на 20%. Но что, разве это поможет? Думаю, что нет. Я знаю, что это такое, когда невозможно спрятаться от вот этого удушающего воздуха, когда легкие буквально разрывают на части. Сейчас обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Хронические все заболевания обостряются. И вот те рекомендации МЧС, которые сводятся к тому, чтобы мокрой тряпкой заклеить окна, заделать окна, они тоже никаких существенных результатов не принесут. Нужны системные и кардинальные меры борьбы с пожарами. Я вот цифры здесь могу вам привести. Сегодня в Красноярском крае 845 тысяч гектаров леса горит. В Иркутске 448 тысяч гектаров леса. Якутия 506 тысяч гектаров леса. И еще можно продолжать вот эти цифры. А теперь скажу вам, сколько занято людей на ликвидации этого страшного экологического бедствия. 211 парашютных десантников, 114 специалистов лесного хозяйства, 234 человека мобилизовано граждан, 108 единиц техники. Давайте просто произведем арифметическое действие и разделим полыхающую площадь лесных пожаров и единицы техники. Получится 13 тысяч гектаров на одну единицу техники. Это разве нормально? Мы к чему пришли? Мы до чего довели нашу страну вот такими законами, которые мы принимаем в виде лесного кодекса Российской Федерации? Вы знаете, если нет опасности для экономических объектов, эти пожары вообще не тушатся. А это особенно в дальних районах. Я хочу сказать, что вот причины искать надо исключительно в наших законах и прежде всего в лесном кодексе. Давайте вернемся немножко назад в историю в советское время, когда были лесничества, когда лесники знали свое хозяйство, когда они видели и могли профилактические меры предпринять по отношению к вырубке хищнических лесов, к браконьерству охотников, браконьеров, к возникновению пожаров. Это все было. И у нас таких чудовищных, грандиозных экологических катастроф не было. Поэтому сегодня надо искать причину в нас, в Государственной Думе, в правительстве Российской Федерации и в депутатах, в Совете Федерации. То есть вот где зарыт корень зла. У нас есть статьи, 261 статья Уголовного кодекса. Наказание там 8, даже 10 лет лишения свободы. Штрафы повысили многократно. Давайте посмотрим. 200 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. Если серьезный ущерб, то и до миллиона. Но, понимаете, это действительно злоумышленников надо ловить. А кто будет ловить? Вот я занималась проблемами лесного хозяйства в Томской области. Вы знаете, цифра там какая? На одного сотрудника лесного хозяйства приходится 103 тысячи гектаров. Он как вообще это может все обозреть? Конечно, важна еще и профилактика пожаров. Но эта профилактика должна быть обеспечена необходимыми техническими средствами. Где у нас сегодня региональная авиация? Сегодня авиация общего назначения держится на кучке нескольких человек-энтузиастов. И все. Где государственная политика, которая бы обеспечивала все это? Поэтому вот у меня есть просто одно конкретное реальное предложение. Нужно взять всех нас, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, правительства Российской Федерации и во главе с президентом отправить в Восточную Сибирь. Нужно надеть вот эти огнезащитные костюмы и бороться с огнем, потому что сегодня там это делать некому. А только вот федеральная власть, законы, которые мы принимаем, сегодня позволяют вот такой ситуации случиться. Люди возмущены. Из Восточной Сибири, Западной Сибири возмущены. Сегодня уже давно надо было объявить режим чрезвычайной ситуации. Нет такого режима. У нас все хорошо и благополучно. Поэтому думаю, что нужно в первую очередь, кто виноват, того и отправить на борьбу с огнем. На сегодняшнем пленарном заседании планируется рассмотреть 76 вопросов, многие из которых фракция КПРФ поддерживает. Мы, безусловно, поддерживаем закон, связанный с новыми мерами, направленными на поиск пропавших детей. Речь идет о допуске, в данном случае, к мобильным устройствам, к их регистрации без соответствующего решения суда. Мы, безусловно, поддержим новый механизм выплат семьям, где рождаются третьи и последующие дети. В данном случае речь идет об изменении планки доходов семьи с полутора прожиточных минимумов на одного члена до двух прожиточных минимумов. Это позволит охватить практически 70% семей, имеющих сегодня трех и более детей, и, естественно, тем самым поправить, мы надеемся поправить, демографическую ситуацию. Точно так же фракция поддержит закон о внесении изменений в ряд законодательных актов, связанных с регулированием микрофинансовой деятельности. Несмотря на то, что фракция выступает в принципе против микрофинансовых организаций, против этой достаточно, на наш взгляд, коррумпированной и преступной сферы, все-таки мы поддержим законопроект, который, во-первых, вводит дополнительные ограничения для микрофинансовых организаций в части уставного капитала, в части требований к их руководителям, ну и второе, не позволяет микрофинансовым организациям, которые выдают потребительские кредиты, не связанные с предпринимательской деятельностью, изымать в последующем жилые помещения у граждан, либо договора долевого участия, все, что связано с недвижимостью. Конечно, это шаг вперед, но, безусловно, сегодня микрофинансовая, вся эта схема микрофинансовой организации, безусловно, это огромное зло, и под это зло сегодня попали миллионы наших граждан. К сожалению, наше предложение об ограничении процентной ставки верхней планкой в 30% не прошло на одном из заседаний Государственной Думы, поэтому вот нынешнее послабление, нынешний межфракционный закон мы, безусловно, поддержим. Что фракция поддерживать не будет? Мы не будем поддерживать законопроект, который позволяет сегодня в районах Крайнего Северной, приравненным территориям, строить платные дороги, либо какие-то сооружения без предоставления бесплатной альтернативы. Я напомню, что впервые такой законопроект был внесен, рассмотрен, и сейчас будет приниматься в третьем чтении. На наш взгляд, это системная ошибка. Возможность постройки исключительно платных сооружений, либо исключительно платных дорог, естественно, сводит на нет доступность многих населенных пунктов на Крайнем Севере, либо на территории, которая к ним приравнена. Фракция не будет поддерживать тот механизм, демпфирующий или компенсирующий, в данном случае, позволяющий удержать цену на топливо Российской Федерации по одной простой причине. Данный механизм не решает проблему, это даже не полумера. Он позволяет монополизировать рынок, он приводит к дополнительным расходам, и самое главное, не создает ничего системного в итоге. Это очередной набор мер, который будет использован для стимулирования, для финансирования за счет государственного бюджета крупных нефтяных компаний, ну и, естественно, для удавливания фактического всех наших мелких заправщиков, которые находятся на территории Российской Федерации. Кроме того, сегодня будет внесен и рассмотрен дополнительно закон, такой оригинальный закон о противодействии недружественным действиям со стороны США и других иностранных государств в отношении наших граждан. Но если переводить с русского на русского, это в отношении тех лиц, которые попали, российских граждан и российских юридических лиц, которые попали под западные санкции. Законопроект предлагает, скажем так, в одностороннем порядке менять договора и переносить юрисдикцию или рассмотрение соответствующих споров по этим экономическим вопросам с иностранной юрисдикцией или с иностранных судов на территорию Российской Федерации. Безусловно, механизм новый, безусловный механизм требует соответствующей доработки и может быть применен исключительно только к тем организациям и компаниям, которые работают на российском рынке, потому что в противном случае, безусловно, обязать кого-то судиться на территории Российской Федерации, судиться в нашем арбитраже, в наших третейских судах будет совершенно бесполезно. Сегодня же фракцией, мы надеемся, будет рассмотрен внесенный фракцией законопроект об отмене налога на имущество для многодетных семей. Этот законопроект неоднократно уже вносился в Государственную Думу. Мы считаем, что это достаточно эффективный способ, который позволит изменить критическую демографическую ситуацию в Российской Федерации, связанную с катастрофической убылью населения. Сегодня многодетные семьи, именно такие структуры способны изменить ситуацию в Российской Федерации. И те меры поддержки, которые мы применяем, в частности предлагаемые фракцией отмены налога на имущество, на наш взгляд позволят стимулировать рождаемость, позволят увеличить количество многодетных семей и позволят Российской Федерации вылезти наконец из этой демографической ямы, в которой мы на сегодня катимся. Это проблема национальной безопасности, безусловно, решать ее на государственном уровне. Субтитры создавал DimaTorzok